всем привет с вами бивер настольные игры и сегодня на распаковке у нас игра санта мария эта игра от кристиана осби и эрифа свенсона почему она у нас сегодня на распаковке да потому что вскоре а именно в январе я по крайней мере под данным который представил ловка игр будет произведена локализация этой игры на русский язык и гика чоп представил мне экземпляр данной игры для обзора за что ему большое спасибо вот и и конечно же дополнительно не забываем что действует промо код при покупке любой игры на которую нет скидок на сайте гика чоп который будет конечно же в описании вводим beer 10 и получаем 10 процентную скидку на абсолютно любую игру так что не забывайте это делать когда покупайте что-нибудь в этом прекрасном магазине в общем-то игра у нас польская польская версия от граны и это евро евро с довольно интересными механиками по активации действий вот эта игра получила интересную награду силу excellence от dice tower вот такая вот коробочка она ну что ж давайте взглянем на компоненты которые лежат внутри данной игры отлично коробочка у нас подтеснением вот ну вес не очень большой игра у нас рассчитана от 1 до 4 игроков возраст 12 плюс и время партии около 90 минут что ж ой кто-то там падает гремит скрываем коробочку так ну что что мы тут видим в принципе деревянные компоненты куча кубиков диски и правила и картонные компоненты да давайте разбираться по очереди правило у нас на польском языке поэтому особо на них обращать внимание мы не будем ну есть и есть принципе могу сказать что я читал уже русскоязычные правила о данной игры если я не ошибаюсь игровед их переводил написано недобротно все понятно вот англоязычный тоже перечитал на всякий случай и в принципе все понятно после уже первого прочтения так дальше дальше у нас здесь есть ресурсы различных видов кубики и диски диски у нас по три для каждого игрока плюс один для трека раунда ресурсы ресурс она здесь есть пшеничка дерево кристаллы и я не помню что это такое честно белая вылетела у меня из головы вот так вот это все выглядит очень классно деревянные компоненты немного тонковатый как на меня но в принципе довольно приятный на ощупь кубики кубики все деревянные и и здесь по 12 по 3 для каждого игрока так дальше у нас здесь картонные элементы это корабли различные жетоны специальные и жетоны полей которым будем вставлять на наши планшеты колонии в общем-то минимализм это единство что можно сказать про компоненты которые есть игре действительно все как-то так блекло просто и информативно то есть много пиктограмм сразу это мне напоминает почему-то чем-то отруа то есть вот эти вот значки и все остальное то есть довольно таки много информации и ничего не понятно с первого взгляда картон довольно таки плотный хороший вот добротные качественные компоненты кстати стеснение персональные планшеты игроков и здесь 4 получается сторона б у них у всех одинаковая это как бы для такого начального варианта скажем так то есть все со стандартным началом а страна а у всех у них разное и разное расположение всех элементов на самом планшете ну пока не сильно понятно в принципе но довольно таки занятно то есть здесь мы будем выставлять различные тайлы которые мы по ходу игры будем получать и составлять некую колонию на которой будут располагаться наши ресурсы а после мы будем их активировать с помощью кубиков которые будут давать нам возможность активации по горизонтали или же по вертикали либо же горизонтали а также точечно каждый элемент это довольно таки интересная механика которая по крайней мере я и которую не включал нигде а также что интересно в этой игре это победные очки они здесь являются жертвенами счастья и чем счастливее у вас колония тем соответственно вы и лучше играете вот так ну и последний планшет который лежит у нас коробки это центральный планшет на котором будут располагаться все элементы все как-то конечно кустарно я бы сказал сделано да все так прямолинейно и как будто тесаком ну явно как бы то нас тут герман боне да он занимался оформлением игры ну как-то он постарался довольно таки слабенько очень примитивен но я не считаю что это плохо зато когда вот такие вот однотонные цвета все какие-то такие непестрые элементы читабельность доски увеличивается в разы что конечно же влияет на игру и лишнего текста вообще в игре нету и она языка независимая в этом-то и плюс ее что можно в принципе любого языка брать то есть пример польская она немецкая французская английская какая угодно она будет либо же русская впоследствии до российская локализация то разницы по самой игре не будет будет в принципе компоненты может быть чуть-чуть другого качества ну и правило соответственно вас сразу же будут уже на другом языке вот и все в принципе так что можете присмотреться и к польской версии к примеру в том же магазине geek at shop ну что ж вот такая вот огромная гора компонентов у нас лежит внутри коробки с игрой санта мария здесь у нас действительно много всего и оценки самое главное в этой игры довольно таки высокие так что я вам советую приглянуться к этой игре тем более что вскоре на канале beaver games выйдет обзор на данную игру где вы сможете познакомиться с ней намного ближе ну что ж на этом пожалуй все оставим лайки подписываемся на канал оставляем комментарии под видео ну а также не забываем про промо коды в магазине geek at shop на этом все и любите настолки играйте в них с вами был бивер и канал бивер games еще увидимся а